С 3 февраля в государстве вступил в силу закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Он значительно упростил процедуру и способ их регистрации. Если раньше срок регистрации составлял 2 месяца, сейчас он сократился и составляет всего 3 рабочих дня. Изменилась сумма регистрационного сбора, которая платится за регистрацию благотворительной организации. Сейчас она составляет 51 гривна. Кроме того, теперь нет территориальной привязки в деятельности различных фондов и организаций. В новом законе уже нет всеукраинского международного и местного статуса, а также нет территории деятельности. Сейчас благотворительные организации могут осуществлять свою деятельность на территории всей Украины. В Управлении труда и социальной защиты говорят, сегодня общество действительно нуждается в благотворителях. Многие из них берут на себя важные функции помощи незащищенным категориям граждан. В целом, рядом из них Управление уже плодотворно сотрудничает. И сейчас речь идет о том, наше правительство ставит перед нами такую задачу, чтобы привлекать негосударственный сектор именно для оказания социальных услуг. Поэтому в свете реформирования социальной сферы планируется впоследствии составлять перечень таких благотворительных организаций, религиозных организаций, которые оказывают различного рода социальные услуги. Однако работники Управления соцзащиты с недоверием относятся к тем из них, кто выходит на улицу и, как зазывало, агитирует людей сдавать деньги на благие цели. С опаской относятся к ним и многие опрошенные нами жители Севастополя. На улице, наверное, все-таки не очень. И, в общем-то, нет, не доверяю. Ну, знакомым, кого лично знаю, да. Много нуждающихся, всем не поможешь. Ну, государство в первую очередь должно заботиться об этом. Нет, я не очень доверяю этим акциям. Я считаю, что это шарлатаны делают. Они никак не предоставляют никаких документов. Мы решили уточнить, имеют ли необходимые документы для работы волонтеры, первые попавшие в поле зрения точки, где собирались средства на лечение ребенка. Был ли мальчик? Сотрудник предоставила нам необходимые бумаги, рассказала о деятельности фонда. И посоветовала всем, кто готов к пожертвованиям, поступать подобным же образом. Ну, в первую очередь, всегда проверять документы. В интернете часто можно увидеть объявления о работе в благотворительных организациях. Кандидатов заманивают гибким графиком. Возможность устроиться без опыта работы и зарплатой 75 гривен за три часа. Многие из таких вакансий по прошествии некоторого времени получают негативные отзывы от пользователей сети. А на городском форуме их вообще называют мошенническими. Слышали о недобросовестных благотворителях и в управлении труда и соцзащиты. И дают следующие рекомендации нашим гражданам, как не попасть на удочку жуликов. Я могу сказать однозначно, те общественные организации, благотворительные организации, которые реально действуют, у них есть материально-техническая база. То есть они принимают людей в определенном помещении. В принципе информацию можно взять в интернете о них, о их деятельности. То есть когда возникают вопросы, сомнения, действительно ли это организация, которая обманывает или не обманывает, я думаю, что нужно позвонить даже нам элементарно, потому что уточнить, действительно ли существует такая организация. Мы всегда поможем, выясним и дадим какие-то разумные советы по этому поводу. Олег Савченко, Олег Ивашенко, программа «Наше время».